Российские командиры стягивают дополнительные войска в направлении Часового Яра и Ивановского. Об этом сообщают в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подробнее смотрите далее. Российские войска завершают перегруппировку войск в районе Часового Яра. Город остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Армия РФ разрушает Часов Яр и окрестные населенные пункты штурмовой авиации и артиллерией. Активные бои продолжаются и днем и ночью. Российские командиры стремятся захватить город, пока украинским силам обороны не поступила западная помощь. Российская пропаганда время от времени делает вбросы, что их армия вошла в Часов Яр. Но никаких территориальных успехов за последние дни оккупанты не имели. Вражеской российской армии в городе нет, подчеркнули в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Активные диверсанты в качестве разведки пробовали заходить, это не означает, что это произошли российские войска или даже подошли российские войска. Есть специальные подраздели, которые могут действовать в глубине противника. Такие подраздели маем и мы, такие подраздели, на жаль, мают и россияни. Поэтому, конечно, возможно, один из невеличких загонил и появлялся в телах наших войск, а россияне это хотели использовать как пропагандивный элемент, момент для того, чтобы посеять панику. Для захвата Часового Яра российская армия пытается обойти его по флангам. Справа через Богдановку и слева через Ивановское. Окупанты активно штурмуют села, чтобы взять город в оперативное окружение. В Кремле ставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая. Для этого порядка 25 тысяч солдат оперируют в районе одного города. Это уже вряд ли удастся, но и попыток захватить город после 9 мая российские командиры не оставят, говорит Денис Попович. Часов Яр расположен на возвышенности, что очень удобно для обороны. Именно поэтому он представляет ценность и для оккупантов. Это как бы ворота славяно-карматорскую гумерацию, последнюю гумерацию, которая контролируется вооруженными силами Украины, территорию Донецкого областа. То есть, Часов Яр будет захватчик или окружен, ну, в зависимости от дальнейшего развития события там, то открыто откроются ворота в Константиновку, грубо говоря. Российские командиры пытаются нащупать участки фронта, где, по их мнению, смогут развить успех и продвинуть линию фронта. Для этого стягивают дополнительные войска и резервы. Заводят дополнительные штурмовые группы близ Белогоровки, Андреевки и пытаются вернуть под свой контроль Клещиевку. Питание не стільки в бажанні, як в спроможностях российской армии, бо все, что вони вже могли задіяти з трагичних резервів, все, что вони могли підтягнути додаткового по техниці, по засобах ураження, вони вже задіяли. Бои за часів ярд триватимуть. І після 9 травня, і там жорсткість боїв буде теж не нижчою. Але це все відбуватиметься за умови. Якщо нам не вдасться до цього часу, все-таки поставити зброю на линию фронту. Ожидаемые сроки поставок боеприпасов – конец мая, начало июня. А пока в условиях дефицита силы обороны Украины удерживают рубежи на Донбассе за счет активного применения различных видов дронов и личной мотивации. Нам важно знать ваше мнение, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Новости Донбасса, чтобы не пропустить главное.